Чем ближе время рассмотрения и принятия областного бюджета на будущий год, тем активнее обсуждаются статьи его расходов. Наибольшие споры пока разгораются вокруг суммы, выделяемой на развитие сельского хозяйства. Аграрии считают объем финансирования недостаточным. Правительство не согласно и утверждает, что сфера АПК по-прежнему в приоритете. Сегодня найти взаимопонимание обе стороны попытались на заседании комитета ОЗС. Чем оно закончилось в материале Романа Четверикова. Внеочередное заседание Аграрного комитета было вызвано не только поджимающими сроками. Собраться во время каникул подталкивали кардинальные изменения, коснувшиеся всех областных программ по сельскому хозяйству. Согласно постановлению правительства, они вошли в единую государственную программу по развитию ОПК. Ее реализация расписана на три года. При разработке документа были учтены как положительные моменты, существующие в аграрном секторе области, так и новые направления, внедряемые в производство передовыми хозяйствами страны. Объем финансирования составляет 20 миллиардов рублей. Половину расходов будут покрывать бюджеты всех уровней, другую часть – вне бюджетные источники. Объемы же финансирования мероприятий государственной программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации государственной программы. Депутатов аграрии в БОШе всего заинтересовала строка по отдельно взятому разделу – развитие ОПК до 2015 года. Эта областная целевая программа, по сути, служит фундаментом для всей отрасли. Пока она держится на ассигнованиях, переваливающих за один миллиард рублей. Ежегодные бюджетные прибавки составляют по 100 миллионов. Со слов членов комитета, роста бюджетных расходов они не видят. Они попросту съедаются инфляцией, и получается, что сельское хозяйство уже который год попросту топчется на месте. Для меня это не только стагнация, это невыполнение качественных показателей. И когда нас, товарищ Банин, справедливо ругают, а ЮАС и шефы, они эффективно используют, допустим, эти средства, я хочу сказать, мы их используем сверхэффективно за счет заработной платы абсолютно большинства хозяйств. Окончательно все параметры государственной программы еще не утверждены. Поэтому на комитете было принято решение еще раз довести до губернатора все предложения и замечания, касаемые как корректировки самой программы, так и развития сельского хозяйства в целом. Роман Четверяков, Денис Тружков, Вести, Киров.